Друзья, в преддверии лекции, которая пройдет 15 числа, на которой мы поговорим о том, как поддержать себя во время перелетов и во время отпусков, особенно когда вы едете в новую страну и там безграничное количество деликатесов и угощений, которые вы хотите попробовать, я хотела поделиться с вами пятью ошибками, которые могут сделать переход на новое время более затруднительными и которые совершаются почти всегда просто потому, что это приемлемо обществом. Как всегда, знание дает вам потенциал сделать правильный выбор, так чтобы не делать как все, а делать так, как вам будет на самом деле лучше. Итак, первая ошибка, которая совершается довольно часто из благих побуждений, это во время перелета, особенно если перелет длится больше четырех часов, люди пытаются выпить либо коктейль, либо бокальчик вина для того, чтобы лучше уснуть. И хотя алкоголь является в какой-то мере успокаивающим, даже, к сожалению, больше не успокаивающим, а депрессантом, особенно если мы посмотрим на долговременное использование, то в то же время алкоголь и нарушает качество сна. Да, может быть, вы уснете, но качество этого отдыха будет неполноценное. Помимо этого, алкоголь обезвоживает и имеет более сильное действие во время перелетов на высоте. Частично это может привести к тому, что тело, особенно пищеварение, особенно ваша печень, будут чувствовать себя менее чем на 100%, когда вы приземлитесь. Во время перелетов мы и так обезвоживаемся, и если мы пьем алкоголь или кофеин, это ухудшает ситуацию. Давайте поговорим о второй ошибке. Выпить чашечку кофе прямо перед самолетом, особенно если это утром. Очень часто мы не задумываемся и не планируем сам полностью переход на время, да, сколько будет времени, когда мы приземлимся. Если длинный перелет, то многие люди стараются поспать. На самом деле это должно быть обусловлено тем, какое будет время там, где вы приземлитесь. Разумеется, если вы приземлитесь рано утром и вам нужно будет закинуть сумки в гостиницу и потом целый день посвятить исследованию города, то поспать на самолете будет замечательно. Разумеется, тогда чашечка кофе, просто чтобы доехать до аэропорта, не имеет смысла, потому что нервная система будет чуть-чуть в возбудораженном состоянии. Также кофе обезвоживает, так же как и любой вид кофеина, то есть черный чай, зеленый чай. Поэтому стоит кофеин особенно на перелете и до перелета уменьшить, чтобы дать возможность организму не терять правильный водный баланс. И это, разумеется, будет влиять и на ваше пищеварение, и на то, как вы выглядите, когда вы приземлитесь, да, на вашу кожу, которая тоже имеет тенденцию очень сильно сохнуть во время перелетов. Поэтому постарайтесь избегать кофеина и не поддаваться тенденции, привычке того, что неважно, что вы делаете дальше утром, с утра вы всегда пьете кофе. Следующая ошибка – это когда вы садитесь на самолет, посмотреть какой-нибудь фильм и, может быть, со временем уснуть, или поиграться на телефоне, или почитать на телефоне. Почему это обычно приводит к противоположному эффекту? У нас в организме почти все, что происходит, зависит от гормонов. И то, как мы производим мелатонин, да, то, как вы подготавливаете организм свой ко сну, к качественному отдыху, очень сильно зависит от яркости экранов. Яркие экраны, такие как телефон, как, в принципе, любые экраны, лэптоп, они уменьшают продукцию мелатонина, помимо этого влияют еще на кучу других гормонов, то есть в том числе и на лептин, например, который отвечает за вашу энергию и то, насколько организм будет голодный, или насколько быстро вы будете ощущать сытость. Поэтому яркие экраны, они менее предпочтительны на самолетах, нежели, например, киндл, какой-то журнал или книга, так, чтобы перед глазами не было сильно яркого света. Это у нас три ошибки. Ошибок, на самом деле, может быть очень много, но давайте обсудим еще две. Следующая ошибка, которая достаточно важная и которую легко предотвратить, когда многие садятся на самолет, если это длинный перелет, то в лучшем случае люди берут подушку. Подушка, которая, может быть, поддерживает вашу голову, защищает вашу шею, но при этом забывают два важных элемента. Эти два важных элемента включают в себя затычки для ушей или хорошие наушники и маску. Почему? С точки зрения аюрведы, во время перелетов очень сильно поднимается ватта-доша. Если вы не знакомы с аюрведой, то я не буду полностью вдаваться в детали, это я сделаю на лекции. Но это элемент, который отвечает за движение, который обладает качеством легкости и воздуха. Он может очень сильно возбудить нервную систему и привести к активизации симпатической нервной системы. За счет этого привести к бессоннице, тревожности, усталости и привести к даже более сильным нарушениям гормональным, особенно, например, женского цикла или пищеварения. И если мы предотвратим это, то нам будет намного легче перестраиваться на новый часовой пояс. Один из лучших способов это сделать, если вы планируете поспать во время перелета, это заходить на самолет не только с подкладкой, с подушкой для вашей головы или шеи, а самое главное, с затычками от шума для ушей или наушниками, которые вы можете вставить в уши со спокойной музыкой и обязательно закрыть глаза. Так вы сможете спать, даже если за окном день, а куда вы прилетите, будет уже утро, так чтобы у вас день не превращался в бесконечный 40-часовой день. И следующий момент, который достаточно важно учитывать, это то, где вы выбираете сидение. К сожалению, так как очень часто мы торопимся, многие люди не уделяют времени тому, чтобы заранее выбрать сидение. Может быть, не заранее зарегистрироваться, да, или выбрать сидение, когда покупаете билет, или если покупаете билет через агентство. На самом деле это очень важно для вашего комфорта во время полета. Если вы часто встаете, если вы предпочитаете двигаться в течение перелета, может быть, чуть-чуть потянуться, выйти в проход и сделать несколько приседаний, то, что я бы обычно делала. Если вы это делаете, то всегда лучше выбрать сидение в проходе. Если вы знаете, что вы встаете достаточно редко и можете, например, потянуться в самом сидении, но при этом будете спать или во время этого перелета лучше спать, а не пытаться держать себя в бодрствующем состоянии, то всегда лучше выбрать окно, потому что на окно наимного более удобно облокотиться. То есть место, выбор места будет зависеть от того, планируете ли вы спать, или вы планируете поддерживать себя в бодрствующем состоянии. И это должно определяться тем, какое будет время там, где вы приземлитесь. Так что вот эти вот пять ошибок, их стоит учитывать, чтобы поддержать себя. Остальные важные моменты мы обсудим на лекции 15-го числа в Москве. Она начнется в 6.30 часов вечера, продлится около 3-х часов. У вас будет возможность задать бесконечное количество вопросов, если у вас есть вопросы ко мне. И я, безусловно, буду очень рада вас увидеть и обняться. Так что я вас, надеюсь, я вас увижу на лекции. Ссылка на регистрацию под видео. И всего доброго, если вы едете в путешествие, или в какую-то поездку, или просто часто путешествуете по работе. Я надеюсь, что все эти поездки будут проходить наилучшим образом. Продолжение следует...